Абхазия 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 Мы здесь видим написано «Абхазская лодка» по рисунку «Гамба» 1826 год. Мы видим вещи обихода до Древней Абхазии. Написано у нас в Средневековье, Новое время. У нас здесь топоры, гвозди, серп, какая-то глиняная посуда, чайник. В общем-то, все, чем пользовалось местное население в Буту. Вот у нас стоит здесь бронзовый котел, первая половина восьмого века до нашей эры даже, найденный на этой территории. Здесь мы видим наконечники стрел, наконечники копий. Они сохранились, достаточно металл уже стал ветхий, но тем не менее сохранилась форма. И нам, в общем-то, понятно, предназначение, да, это может быть и боевым оружием, и оружием для охоты. Целый ряд топоров, да, и глины, кувшины внизу. Да, Рустам, расскажи, пожалуйста, что это такое перед нами? Это похоже на какую-то деревню, на двор. Что это? Это, в нашем понимании, называется «Абхазский двор». То есть тот, чем пользовался древний Абхаз в своей поседневной жизни. Ну, в первую очередь, изображен дом. В стороне люди строили дома из каштана. По настоящее время сохранились дома того времени в некоторых селах. Ну, кроме этого, у нас здесь изображены апатсы, называемые, так называемые, где готовили пищу, разводили огонь, коптили сыр, мясо. Столик, место для отдыха, файтон, файтон, да. А в центре что стоит у нас? В центре это дом, где жила семья, да. Здесь этот домик, он дощечетый домик для молодых, он как бы строился отдельно. Далее изображены, ну, место для изготовления вина. Место для изготовления вина? Да. Мы видим вот в уменьшенном виде вот такое вот сооружение. Это здесь собирали, складировали виноград, выдавливали из него, а затем спускали и получали сок, из которого делали вино. Из которого делали вино? Да. Это место. Далее... Это какая-то отдельная территория, амбицированная забора? Это отдельная территория, где скот содержался, куры, так далее. Это вот помещение называется место для охранения кукурузы. Кукурузник можно назвать. В 8 веке происходит постепенная консолидация абхазской народности. Во второй половине столетия...